Добрый день! Сегодня первая тема Центрирование тахеометра Чтобы зацентрировать тахеометр Штатив лучше всего изначально расположить таким образом, чтобы ножки были в ровных позициях У каждого штатива есть закрепительные винты Они могут быть как внизу штатива, так и на его центре Далее, там где нам необходимо выполнить центрирование Для этого мы будем использовать дюбер-двозь Мы располагаем штатив Сверху можно посмотреть таким образом, чтобы центр площадки штатива располагался над центрируемой точкой Далее, мы устанавливаем тахеометр на штатив Закрепляем его зажимным винтом Либо станом и винтом, кто как привык его называть У тахеометра есть цифровой центриров Лазерной цепи Но сейчас солнечная фотода Его можно увидеть Мы выбираем одну из ножек штатива Для того, чтобы она служила как опорная ножка Далее, мы приподнимаем две другие ножки штатива И лазерный луч мы стараемся зацентрировать над точкой, которая у нас имеет свои координаты И над которой нам необходимо выполнить центрирование В солнечную погоду можно, конечно, найти луч лазера либо ногой башмака, либо туфли, либо посмотреть рукой После того, как мы выставили лазерный центриров Бывают еще у тахеометра оптический центриров Тогда вам необходимо будет в логике оптического центрира Такие же совмещения, как сейчас мы выполнили, сделать Далее, мы можем наблюдать, что у тахеометра есть круглый уровень И сейчас он находится не в ноль пункте, а также цифровой уровень Чтобы привести круглый уровень в ноль пункт Первое, нам необходимо ножками штатива его отгоризонтировать Для этого мы открепляем винты на одной из ножек И стараемся его совместить и вогнать в диапазон работы круглого уровня Далее, когда мы привели в диапазон работы круглого уровня пузырек Мы откручиваем нажимной винт и перемещаем его по платформе Таким образом, чтобы лучшее центрирование совместилось с точкой, над которой необходимо выполнить центрирование Далее, немного его закрепляем, но не до конца И теперь уже можно будет привести окончательный пузырек круглого уровня в ноль пункт Именно подъемными винтами на триггере прибора Для этого вращаем сначала те винты, которые ближе к вам находятся Далее, когда пузырек уровня в центральное положение пришел Берем и вращаем в третий подъемный винт Еще раз проверяем, насколько у нас центрирование мерточкой У нас практически он совмещен, но необходимо еще немного подвинуть сам прибор И повторить ту операцию, которую мы выполнили только скоро Довести пузырек в ноль пункт в рабочий диапазон В данном этапе мы совместили ось вращения этиометра над точкой, над которой необходимо было выполнить центрирование Мы можем, естественно, это проверить Для этого мы разворачиваем прибор на 90 градусов И у нас пузырек не должен выйти из рабочего диапазона Он не выходит из рабочего диапазона Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...